Здравствуйте, Алексей Александрович! Добрый день! В уходящем году обычно принято подводить итоги, но прежде чем перейти к основным вопросам, хотелось бы узнать о том, почему поменялось название компании. Сейчас она называется L6. Компания консолидируется как никогда. Консолидируется вместе с тремя филиалами. Управляющая компания выстраивается вертикально интегрированная система управления. Филиальная система управления. Теперь мы будем единая компания, не так, как это было раньше, когда у нас были заводы юридическими лицами отдельными под управлением управляющей компании, находящейся в Москве. Цель – минимизация так называемого бюрократического аппарата. Консолидация активов позволит более оперативно решать поставленные задачи производственные, решать вопросы, связанные с финансированием, вопросы с экономической эффективностью, с бюджетированием, максимально использовать производственные мощности всей нашей компании как единое целое. А что, в принципе, обозначает это название? Почему L6? L6 – это ребрендинговая история, которая придумана. Это шестой элемент – углерод, таблица Менделеева, поэтому тут на самом деле все это просто. Какие проекты 2021 года удалось реализовать и какие из них вы бы назвали самыми главными? Много социальных проектов, которыми мы занимались, это все-таки наши все вещи, связанные с персоналом, так как времена, будем говорить, нелегкие. Все больше и больше мы работаем в направлении персоналов с точки зрения охраны труда, промбезопасности. Из больших глобальных проектов, самый, наверное, большой – это первый этап внедрения утилизации отходящих газов прокалочных печей. Мы построили дополнительную трубу, которая, во-первых, нам дала увеличение мощностей по прокалке, во-вторых, это является первым этапом по той модернизации, которая запланирована в дальнейшем. Также были проектные большие работы, я бы их назвал подготовительными, с точки зрения установки еще одного смесильного комплекса немецкого «Арех», который мы планируем приступить к его монтажу уже в январе 2022 года. И проектные работы по строительству печи номер 7 в обжиге. Это, пожалуй, будет самым ключевым проектом 2022 года. Мы проектируем эту печь уже полугода. Хотим в феврале выйти на инвестиционный комитет, защитить ее перед советом директоров и начать ее строительство. То есть это, по сути, та единственная мощность на предприятии, которая еще не задействовала, она введена в капитальный ремонт. Ну, это вот из таких больших и крупных вещей. И, конечно, 2022 год будет направлен весь, по сути, на общие большие проекты по площадкам и по Челябинской площадке, это Новочеркасская, так как мы будем уже здесь консолидировать и заниматься отсюда, руководить всеми направлениями по развитию всей группы. Все максимально будет направлено на две вещи. Это увеличение производственных мощностей, так как рынок на подъеме, спрос есть, спрос на наши продукции, на все виды продукции. И второй момент, конечно, это все то, что связано с экологией, потому что все мероприятия у нас, все новые стройки, они параллельно ведутся и запускаются только при наличии экологических программ, которые позволяют снижать в том числе выбросы. И мы будем продолжать только строить объекты, только приводя в соответствие всю экологию. В 2021 году на заводе произошел ряд кадровых изменений, ряд перестановок. С чем они были связаны? Ну, отдельно созданы здесь, как я уже говорил, в производственной дирекции выведены отдельные руководители, это директора по направлениям. То есть у нас произошло определенные кадровые изменения на промплощадке, определенные сдвиги, я это называю. То есть ряд руководителей ушли на должности в управляющую компанию, так называемую, хотя она будет, частично будет находиться здесь, в управлении, а частично в Москве. В целом, в целом, так как те директора, которые будут заниматься по направлениям, по филиальным схемам, они будут руководить из Новосибирска площадками и производством, и ремонтами, и технологией по всем филиалам, поэтому у них появится больше задач, больше командировок, больше они будут посещать и находиться на тех предприятиях в группе. Ну и, соответственно, здесь тот персонал, который, ну будем так, пододвинулся, на него возлагается. На 22-й год большие задачи, они должны будут, по сути, перехватить ту эстафету, которую мы ввели, так как объемы мы будем увеличивать, поэтому для молодых кадров у нас достаточно много новых перспективных задач. Вы уже несколько затронули тему социальной поддержки. Какие меры Вы хотите внедрить в будущем году, кроме тех, что уже существует? Я думаю, что мы совместно еще все-таки здесь с администрацией района и с администрацией области доведем программу, которая у нас большая, по улыжной базе. Я думаю, что какие-то новые еще программы появятся. Пока это в стадии обсуждения, мы, безусловно, готовы на любые там совместные действия, но пока лишь мы направлены на расширение и на увеличение всех компенсаций, которые связаны непосредственно с нашими работниками предприятия. На самом деле мы просто создаем нормальные условия для наших работников. То есть многие года в силу определенных обстоятельств мы пытались создавать, обустраивать какие-то комнаты приема пищи в подразделениях, чтобы люди питались. На самом деле это все же не от хорошей жизни было, это было неправильно. Сейчас у нас кардинально другое направление. Мы ремонтируем столовые, мы организуем горячее питание, мы компенсируем питание нашим работникам. Мы хотим, чтобы люди качественно, хорошо питались. Чтобы у них была здоровая пища, горячая, не на рабочем месте, а в столовом. Такую программу мы начали с сентября. И думаю, что еще месяца два-три нам нужно, чтобы все работники поняли, насколько это правильно, нужно и хорошо. Алексей Александрович, конечно, хочется спросить вас прежде всего, где вы сами будете праздновать Новый год. И что бы вы хотели пожелать вашим заводчанам? Я уже рассказывал, что я традиционно встречаю в деревне Новый год с семьей. И Новый год, считаю, что это семейный праздник. Все текущие обстановки, которые происходят сейчас в мире, со всякими этими пандемиями и так далее, надо встречать Новый год в семье. Пожелать хочу здоровья всем, работникам предприятия, всем семьям, ветеранам. Хочу поздравить всех с наступающим Новым годом. Всего самого наилучшего в Новом году. Субтитры создавал DimaTorzok